Итак, ребят, всем привет! Я бы сказал, даже доброй ночи! Сейчас, видите, на своих экранах внизу справа почти час ночи. Я только приехал домой, и тут просто... Ну, просто что? Просто класс! Меня War Thunder просто убивает на повал, учитывая, что я показывал новые звуки. Скоро появится в обновлении 1.77. Там танки так будут грохотать, так будут лупить. Это жесть! Обновленная графика, обновленное сглаживание. Скажем так, я сейчас впечатлен над этим. Офигенская оптимизация, офигенской графикой, просто кайфую. Ну то, что еще? Я, в принципе, говорил, когда неделю назад начал играть War Thunder. Я говорил о том, что ребятки, я знаю, что будут вводить современную технику. И, опача! Помимо челленджера, первого ребятки, который будут вводить, я вам представляю M1 Abrams. Это только начало. Современная техника. Добро пожаловать! Маленький такой вот, короче, ролик. Вот. Вот такой вот, короче, ролик. Короче, тут, в принципе, вот так вот оно повторяется постоянно. Вот такой вот, короче. Ну, чисто так вот. Но! Вот, в принципе, уже можно рассмотреть. Итак, этот танк не нуждается в предоставлении. M1 Abrams, один из многих моделей известность, которых перенесла даже статус легенды. Итак, что же? M1 Abrams на всех парах мчится, чтобы принять участие в высокоранговых битвах в обновлении War Thunder 1.77. И в данный момент, ребятки, вот у нас что есть. У нас есть... Вот что есть, да. Abrams в обалденной оболочке. То есть, вы понимаете, да, что такое Abrams. И, в принципе, в общем, не только Abrams, а современная техника, которая, в принципе, вводится в игру. И это просто жесть. Вы видели, как работает сам именно автопушка. То есть, тут есть пулемет. Видно, что в видосике он работает. Все стреляет. Все, какими-то, на старых танках, в принципе, да. Танков Второй мировой войны. Но при этом, как вы понимаете, графика тут достойная. И это видно, что это металл. Реально металл. Обалденный, короче, скажем так. Обалденная новость. Поэтому я под впечатлением, что... Я думал не так быстро. Потому что я только думал, сейчас прокачаю, докачаю там, короче, веточки. И как бы там потом уже начнут водить. Но тут я просто не успеваю отходить от одного. Как они просто бьют по почкам, короче. Хопа, на, там, новыми звуками. Я только отошел тут, хопа, через там 3-4 дня. Хоп, там, новая графика. Опять удар ниже пояса. Да ладно. И тут я приезжаю в час ночи. Опять удар ниже пояса. Вводят современную технику Абрамса. То есть вы понимаете, что это только начало. И в дальнейшем будет, скорее всего, и Армата там. И Леопарды. То есть я просто не знаю. Поэтому все в разработке. Все будет вводиться. Вот. Будет там, короче, ребятки. Вот. Помимо этого, Абрамса оснащен спаренным мясным орудием. Пулеметом. Калибр 7,62. Вот. И над люком командира смонтирован старый добрый пулемет. Калибра 12,7. Ну, как бы вот так вот. Так что вот так. Так что тут есть полторы тысячи газотурбинный движок. Поэтому здесь уже будут звуки реальные. Разгоняется этот танк до 70,2-4. Ну, короче, блин, я думаю, быстро будут ездить. 72,4 будут в аркадных боях, по-моему, танки современные. Очень-очень быстро летать. Не знаю. Ну, тем более здесь, как в качестве основного оружия, американский инженер выбил 105-мм пушку. Вот так вот. Поэтому, может быть, потом в дальнейшем будут другие Абрамсы. Там версия 3, как в Армате, и тому подобное. Ну, как бы, а я вот в первую очередь решил поделиться с вами этой новостью. Поэтому, что вы скажете, какие у вас мнения, пожалуйста, пишите в комментариях. А с вами был Император Прайм. Даже в час ночи работаю, блин. Так что да пребудет с вами сила. Всем пока-пока, ребят. Удачи!